Собеседование по скайпу, вакансии повара-официанта. Это кухонного рабочего, горничной, мойщика посуды, матроса-спасателя, уборщика. Есть даже водитель электромобиля. На собеседование записались 15 жителей Абакана. В основном женщины. Алина Васильева – студентка училища Олимпийского резерва. Со своим молодым человеком она уже работала в детских лагерях. Решили себя попробовать в этой сфере, узнать, что поездка такая интересная, путешествие, как бы всегда привлекает такие вакансии. Ну и желание заработать, конечно. Это очень необычно. Я первый раз про это слышу, что к нам в Абакан сюда предлагают такую интересную возможность съездить куда-то. Представители работодателя озвучили зарплаты от 18 до 23 тысяч рублей и выше. График работы и условия проживания. Для всех соискателей, которые приедут к нам на работу, мы предлагаем место в общежитии и обеспечиваем бесплатными обедами в рабочие смены. Дорога за счет работника. В качестве бонуса – возможность пожить на одном из самых популярных российских курортов. Увидеть красоты морского побережья. Большинство соискателей задумались. Кто-то рассматривает вариант подработки на время отпуска. Ярмарки вакансий в режиме конференц-связи прошли также в Саиногорске, Черногорске, Абазе, Багратском и Ширинском районах. С 10 апреля состоялось уже несколько видео-собеседований с Крымом. На них пришло больше ста человек. Гражданин едет работать, отдохнуть и посмотреть достопримечательность Республики Крым, как развивающаяся территорию новой России. Ярмарка проводится в рамках соглашения между службами занятости Хакасии и Крыма об обмене информацией о вакансиях. Республиканский центр занятости получил список санаторно-курортных предприятий Алушты, предлагающих сезонную работу. Это около ста вакансий обслуживающего персонала. Второй раз жителям Хакасии предлагают трудоустройство на полуострове. В прошлом году предложением заинтересовались больше 120 человек. Некоторые из них им воспользовались.